Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео будет моделирование и раскрой платья, которое на мне. Как правило, это называется маленькое черное платье, но, наверное, с моим размером такое словосочетание не вполне подходит, но не важно. Сегодня мы с вами будем рассматривать необычный крой. Крой юбки здесь очень необычный, и мы с вами будем делать такую пышную юбочку. Отрезная вот у нас юбочка идет, и здесь довольно-таки расширенная первая часть, которая идет от талии, а нижняя часть, она идет немножечко-немножечко увеличенная, как объяснить правильно, практически прямая линия, да, можно вот так вот сказать. И за счет этого создается такой интересный эффект. Вот здесь вот пышно, а внизу вот она раскладывается красиво. Красиво идут фалдочки по платьицу, по спиночке шов, отрезной, естественно, по линии талии, выточки на спиночке и V-образный вырез горловины. Спереди платье выполнено по горловине такой лодочкой и рукав сдержанный такой три четверти. Этот рукавчик можно сделать более вот такой вот, ну, по руке. Сейчас платье на мне только сметано, оно не сшито нигде ничего, поэтому, конечно же, я буду вносить еще кое-какие корректировки, допустим, в длину изделия ровнять, потому что еще ничего не ровняли. Ну, а так платье смотрится, ну, женственно, изысканно, подчеркивает, конечно же, линию талии за счет того, что юбка все-таки такая пышная, то талия смотрится более узкой. И к этому платью хорошо будет подходить такой широкий пояс, именно широкий пояс будет подчеркивать линию талии и, ну, придаст нам, скажем так, стройности. Добавить сюда можно разные бусы, по желанию какие-то брошки и так далее. Ткань у нас костюмка из интернет-магазина ткани Color, ссылочку вам оставим в описании. Именно для этого платья, для такого фасона, для юбки такая ткань подходит, потому что должна быть она формодержащей. Иначе, если сделать из такой мягкой ткани, все просто вот так вот у нас обвиснет. Но нельзя сказать, что это такая ткань, знаете, и топорная, она имеет и свою мягкость, и плотность, и немножечко-немножечко растягивает, что придает комфортности. Расход ткани на это платье составляет 2,5 метра. Начинаю моделировать, переснимаем выкройку основу. И обращаю ваше внимание, что я пересняла полочку, не вырезая линию горловины, потому что нам здесь нужно будет немножечко увеличивать. Для лодочки глубина будет немножечко меньше, чем на самой выкройке. По линии талии сейчас разрезаю. Для себя могу подписать полочка-спиночка. Так, по спинке идет прогиб, и он у меня будет идти по верхней части. Будет шов, в этой части шва не будет. Но все равно я вот здесь вот эту вот часть пока срезаю. Для себя подписываем, вот здесь можем подписать вперед, да, и вот здесь можем подписать спинка. И напишем середина. И здесь тоже напишем вперед, серединочка. Это для того, чтобы мы понимали. Юбку пока откладываем в сторону, поработаем с полочкой и спиночкой. По полочке и по спиночке сейчас будем расширять линию горловины. Значит, выточка. Я ее просто игнорирую, как будто ее нет. Иногда задают вопросы, а можно ли, если не трикотажная ткань. Да, можно, если ваша фигура позволяет. Если плечи у вас спрямленные, то вполне, конечно же, возможно. Итак, раствор выточки 2 см. Вот так вот я снимаю по плечевой линии, по линии проймы. Вырезаю. Плечевая линия будет у меня небольшая. Я ее сделаю всего сантиметров 5-6. Ну, вот давайте сделаем 6 см. И углубляю сантиметров на 13. Для того, чтобы вы не углубились ниже, чем бюстгалтер, промерьте, пожалуйста, вот эту мерочку. Все, вот я ее прорисовала. Эту линию. И вырезаю. Итак, смотрите, я вот здесь опустилась на 13 см. Здесь у меня всего 6 см. Здесь 13 см. Показываю, потому что иногда пишут, надо все прописывать, все сантиметры. Я то, что проговариваю, не всем понятно. Пишут мне на польском языке, я перевожу. Хотят, чтобы все-таки что-то я прописывала. Значит, выточка. Как и есть, так она остается полная. Вот так вот посадка будет все по фигуре. А теперь поработаем с выточкой на грудной. Пока временно я ее переношу вот так вот сюда, в боковой шов. Ну, здесь все склеиваем. Надо снизу заклеивать всегда. Так, вот у нас выточка закрыта, она грудная. А теперь мы с вами берем вот плечевую линию, вот 6 см, которые нам необходимы. И поднимаемся вверх сантиметра на 3. Ну, после того, как мы сделаем примерку, мы с вами определим. 3 см нам много, значит, мы потом немножечко срежем. Но пока вот так вот на 3 см. И вот я получаю вот такую вот линию горловины. Все. Обращаю ваше внимание, что вот здесь вот вначале я прямо иду, видите, под прямым углом несколько сантиметров, хотя бы сантиметра 2. В принципе, выточка, которая идет в боковой шов, может оставаться и вот здесь. Смотрите сами, как вы хотите. Я сейчас сделаю вот что. Плечевая линия 6 см, я ее делю пополам. И вот сюда у меня будет перенесена выточка. И дальше вот так вот. И вот так вот. То есть у меня будет передняя часть отдельно со сгибом и две боковые детали. Вырезаю. И сразу же на свое место возвращаю. Обращаю ваше внимание, что смотрите, сейчас я вытачку вырезала, и вот у меня какой уголок получился. На самом деле этот уголок мне не нужен. Я его сделаю чуть-чуть вот таким вот скругленным. То есть вот этот уголок, пару миллиметров, вот здесь вот я убираю. И скругляется у меня деталь. Вот так, совсем чуть-чуть. Но уголка быть не должно. Должна быть плавная линия. Для себя мы можем обозначить точки. Что вы смотрите, вот точка одна. Вот точка вторая, по которой мы с вами совмещаем. Ну и можно сделать еще для себя, для того, чтобы мы вышли правильно. Вот так. Вот эта точка. Мы можем вот так вот сделать несколько контрольных точек, по которым мы будем идти. Все, передняя часть тоже уже у нас готова. Вот здесь вот середина. Пишем. Серединка, сгиб. Боковая часть переда. Откладываем в сторону с рукавом. Я ничего не буду делать. У меня будет такой или три четвертых рукава. Либо я сделаю вообще его коротеньким. Ну, теперь начинается самое интересное. Это юбка. Итак, вот у нас спиночка. По спиночке и по переду. Складываю юбки, ровняю по боковому срезу. Ну, на самом деле у меня и перед, и спинка практически одинаковы. Одинаковы за счет только того, что вот здесь вот по спиночке, видите, у меня прогиб, и я вот здесь вот больше убираю. Раствор выточки у меня тоже одинаковый. Смотрите, я вот обращаю ваше внимание. Вот я беру боковую линию, складываю вместе. И сейчас по спинке. Здесь у меня, видите, спиночка даже чуть-чуть длиннее. Это правильно, это моя особенность моей фигуры. Это я выровняла уже относительно пола. Опускаюсь вниз сантиметров на 35. Вот так вот. 35 сантиметров. И сейчас вместе вот так вот эти 35 сантиметров я измеряю. Еще раз ровняю. Если спинка и полочка у вас, допустим, разные по ширине, да, ну вот что-то шире, что-то уже. Бывает такое. Это неважно, мы складываем с вами для того, чтобы сделать вот эту вот одну единую правильную линию. Отрезаю. Ну вот здесь, в вот этой вот части, да, у меня вот разница получается. Вот смотрите, я складываю боковую линию, по линии талии переда у меня идет баланс. Это нормально. А вот здесь по спиночке один сантиметр больше. Значит, я могу либо потом при раскрою что-то себе добавить, либо мы просто берем одной длины, а потом я выровняю. Я вот так вот 24 сантиметра возьму, и у меня будут эти детали одинаковые и для спинки, и для полочки. Вот 24 сантиметра. Потом, если мне надо будет подровнять, и я подровняю. Верх и низ здесь абсолютно одинаковы. Ну вот здесь я как бы выровнять выровняла, ну, наверное, мне даже 24 сантиметра может будет и маловато, может, если что, я увеличу потом. Так, отрезаю. Надо было две сразу отрезать. Отрезала в один слой. Теперь делим на части. Я подписала и полочка, и спиночка. Разрезаем, ну, вот на сколько частей вы хотите. Ну, давайте я возьму сейчас и разрежу каждые вот так вот пять сантиметров. И полочку, и спиночку. Делаю вот так вот. Боковая деталь. Вот, Б. Боковая деталь. Обозначим. Значит, здесь тоже серединка. Вот здесь обозначаю. Боковая деталь. Обозначаю для того, чтобы мы потом с вами посередине, вот здесь вот, припуск мы никакой не будем. Будет идти сгиб. Вот здесь середина, сгиб. А по боковой части мы тоже будем с вами добавлять, ну, как бы, расширение. Так. Смотрите, вот я на каждые пять сантиметров поделила. Вот у меня вытачка. Я ее сейчас возьму и перенесу вот сюда, чтобы она у меня просто закрылась. Вот я беру раствор вытачки. Ну, либо здесь можно поступить разными способами. Либо снять вот этот раствор вытачки, да, где-то у нас по чуть-чуть, то я имею в виду, что по линии. Либо просто вот так сделать, как я. для того, для того, чтобы мы потом взяли и сложили. Значит, смотрите, вот сейчас я разрезаю. На какую ширину раздвигать, на сколько нам увеличивать, вот смотрите сами. Можно сделать, смотрите, вот таким образом. Вот я сейчас вытачку закрываю и смотрю. Значит, здесь у меня идет ну, 5, вот, да, 5 сантиметров. Значит, можно вот здесь вот кругом на 5 сантиметров расширить. Можно сделать вообще солнце. сейчас я вот посмотрю, насколько это будет у меня идти расширение. Сейчас разрезаю каждую и буду раздвигать ее на 5 сантиметров. При этом сейчас возьму дополнительно еще бумагу, чтобы все это выкладывать. Так, берем теперь, вот у нас середина сгиб. Прикладываем и здесь должна быть прямая линия. вот так вот я сейчас прикалываю. Потом я просто вот так все обведу и за счет того, что, смотрите, вот здесь у меня был прогиб, вот здесь пойдет расширение, то есть прямая линия у меня будет идти вот так. Вот прямая линия. То есть сейчас я вот здесь вот выровняла, а вот здесь наоборот получается прибавила. И теперь беру прикладываю 5 сантиметров и по линии низа ровняю вот 5 сантиметров. Отмечаю, выкладываю, чтобы было все ровненько. Мы можем использовать как уже имеющуюся выкройку. Значит, смотрите, вот здесь у меня 5 сантиметров уже есть, да, и я вот так вот и оставляю. вот здесь уже все у меня проработано. Опять 5 сантиметров. и так продолжаем. Дальше опять то же самое. То есть мы с вами получаем кругом по 5 сантиметров. Сейчас я выполняю до самого края. здесь у меня получается где-то чуть-чуть больше сантиметра. Так, боковая часть. Вот у нас боковая деталь. И здесь по боковой детали я также могу добавить 5 сантиметров. Но я добавлю вот здесь вот, ну, наверное, сантиметра 3,5. Сейчас я посмотрю, как будет у меня выкладываться. Вот так. А может быть 5 и будет как раз. Ну, на самом деле я вот здесь делаю как бы прямую линию. То есть вот у меня линия талии. И дальше смотрите, я беру вот по боковой линии и вот так вот веду. Сколько получится? Сейчас мы с вами увидим. Здесь у меня получилось, ну, кстати, почти 5, 4,5. Нормально. И вот мы получили с вами юбку. Сейчас я обвожу, подписываю сгиб. И это у меня спиночка. Ну, можно вырезать вместе с этой. Наверное, я не буду ничего убирать, потому что так будет у меня только больше времени уходить. Значит, вот сгиб для вас пишу. И то, что у меня здесь спинка, я понимаю. Спиночка. Переднюю деталь, полочку, вот эту часть делаем точно так же. А вот нижняя часть, она будет у нас отличаться. Поэтому мы с вами по нижней части будем еще работать. Обращаю ваше внимание, что после того, как мы выполнили с вами переднюю часть, не вырезайте ее, а прикладывайте вот сюда вот обязательно спиночку. Почему? Потому что в зависимости от того, какие величины, у нас могут быть немножечко разная длина. А длина должна быть одинакова и по переду, и по спинке. Вот эта вот часть должна быть одинаковая. За счет того, что у меня по спиночке прогиб, видите, у меня вроде бы уходит вот эта часть деталь сюда, но на самом деле, когда я прикладываю, то у меня должна быть больше передняя часть. Она у меня есть больше, задняя, за счет прогиба чуть меньше, чуть меньше, а вот здесь внизу все хорошо. Переворачиваю на другую сторону. Баланс у меня линия талии идет ниже, ниже, все хорошо, все правильно. Теперь смотрите, что мы делаем с вами дальше. нижняя часть, то есть мы не будем сейчас ее резать и раздвигать, мы сразу с вами на бумаге построим, чтобы не делать лишние работы. Что мы теперь смотрим? Одинаковые части линии низа и переда и спинки. Мы должны измерить. Ну, вот так вот я буду сейчас промерять их. Что я получаю? 63 сантиметра. я возьму 64. Вдруг у меня есть какая-то погрешность. Это не страшно, пускай будет, ну, можно еще раз промерить. Потом лучше мы срежем. Нет, все нормально. пусть будет 64. Значит, отмеряю. Провожу прямую линию относительно линии низа под прямым углом на ту длину, которая у нас будет внизу. То есть юбку вот здесь вот так. Я беру 28 сантиметров. Нам нужно будет еще сделать подгиб низа, поэтому 28 сантиметров. Ну, еще плюс пришьется. Ну, давайте так, чтобы уже припуски на швы даже не делали. Давайте я возьму 29. Вот так. и 29 сантиметров отмечаю и 64 сантиметра. Значит, беру, сейчас дальше отодвину, разверну, чтобы линейка нормально выкладывалась и провожу такую прямую линию длиной 64 сантиметра. Вот. Так. и здесь тоже беру 64 делаю пару отметок таких. Это нижняя часть юбки. Вырезаю ее, убираю бумагу, чтобы дальше мы уже работали с вами только с этой деталью. Здесь уже, смотрите, по желанию вот эту деталь мы можем оставить вообще вот такой прямой. Вот такая вот, как она есть, она может вот так у нас прямо идти. Но я хочу вот этот вот переход сделать более-более мягким. Убираю бумагу, разрезаю. Давайте каждые тоже 5 сантиметров и сейчас посмотрю, насколько я хочу раздвинуть. То есть, чтобы вот эта деталь была книзу тоже немножечко немножечко раздвинута, расширена, нам будет и комфортнее, и удобнее. Верхняя часть юбки более клешоная. Ну, вот так. Вот так получается. Здесь я подписываю сгиб. и сейчас я думаю, что я буду раздвигать. Значит, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Но если мы с вами расширим по одному сантиметру, это будет вот так вот 12 сантиметров в одну сторону, в другую. Ну, давайте вот так сделаем. Расширяем. Ну, давайте сантиметра по полтора. И сейчас вот так вот всю эту деталь разрезаем и раздвигаем на полтора сантиметра. Но я измерять ничего не буду. Я буду делать это все визуально. ну, вот кажется мне, что полтора и все. И так продолжаем полностью все 12 разрезов. Теперь я вам показываю, что вот я уже все выполнила и вам видно верхняя часть и смотрите, вот середина сгиб. Здесь тоже проходит сгиб и когда мы будем сшивать, видите, насколько у нас идет вот разница. А вот эта часть, она вся-вся вот сюда будет у нас сшиваться. Но выкладываться будет совершенно-совершенно по-другому. Теперь начинаем кроить все детали. Значит, выкраиваем две детали вот такие по сгибу. не забываем делать сгиб. Каждую деталь переда-спинки выкраиваем по одной со сгибом по переду и по спинке. Спинка выкраивается одна деталь, она может быть как со сгибом, так и со швом по середине спиночки. Середина переда будет идти со сгибом. Здесь лодочка и боковая деталь. боковая деталь уже будет у нас не одна, а две. Два рукава. Также не забываем о том, что нам нужно сделать припуск по всем срезам, по линии талии, конечно же, по плечевому срезу и здесь по рельефу. Последовательность пошива будет такова. Сшиваем выточки по спиночке, средний шов по спинке, обработка горловины будет обтачкой, ссылочку на обработку V-образной горловины, здесь она у нас как V-образная, но идет по спиночке, вам оставим в описании. То есть спинка будет готова, выточки будут заутюживать к середине спинки. Верхняя часть полочки. Вот я разметила точки, которые я буду вот так вот сметывать и, естественно, буду совмещать. То есть вот так вот у меня все совмещается. Совмещаю по середине переда, вот так вот выкладываем и вот здесь вот высекаю, но только не глубоко, потому что мы же будем с вами сшивать. Я обозначила середину переда. Середину переда обозначила и в верхней части. Это нужно нам для того, чтобы когда мы будем пришивать обтачку, сразу мы не искали центр, а вот он у нас уже есть. Итак, сшиваем вот эту часть и у нас как бы верхняя часть, спинка и полочка сшиты. Остается нам боковые срезы, плечевые и обработку горловины. Обработку горловины, вернее, в раскрой горловины мы выполняем, когда еще у нас плечевые срезы открыты. То есть, потому что все красиво тогда у нас выкладывается. После того, как мы все здесь вот сделали, обработали, сюда мы, кстати говоря, можем втшить даже рукав. По рукавчику. Рукав я раскроила с подгибом. У нас будет подгиб по линии низа, поэтому, смотрите, вот здесь идет, вот у меня рукавчик заканчивается. Я имею ввиду его низ. И когда я подгибаю, у меня, видите, подгиб идет тоже, накладывается прям вот так вот поверх и здесь не проходит прямая линия, а немножко я добавляю, чтобы повторить именно рукав сам. рукав сшиваем, обрабатываем низ изделия, делаем в подгиб, после чего пришиваем уже в изделие. Значит, верхняя вот часть у нас уже собрана, все есть. Мы все обработали. Теперь юбка. По юбке я для себя написала, то есть нижние части у меня одинаковые по нижним частям. Значит, обязательно та часть, которая у нас уже, да, вот нижняя часть, на ней я высекаю, вот здесь вот высекла. Та часть, которая для спинки, я сделала на один сантиметр длиннее. Сейчас промеряю. Для себя, смотрите, вот видите, она у меня длиннее. Я вот здесь вот напишу буковку С, это спиночка, чтобы я понимала. Я соединяю вместе. Ну, здесь можно поступить двумя способами. Либо сшить верхние части, а потом нижние, либо распределить вот таким образом. Допустим, вот у меня в спиночке то же самое. Делаю надсечки по середине, потом складываю лицом к лицу, предварительно все проутюжу, потому что перед раскоем не стала утюжить ткань. Складываю и вот так вот я сшиваю. Сшиваю, обработала. Следующую точно так же вперед. Вот здесь сейчас сразу можно булавочкой сколоть. Его проутюжить надо сначала. И точно так же здесь, смотрите, вот я высекаю, прикладываю лицом к лицу, полочку к полочку, спиночку к спиночке. Здесь срезы буду заутюживать кверху. Почему кверху? Чтобы они у нас не просматривались. Булавка загнута. Значит, мы смотрим, вот смотрите, вот когда мы смотрим сверху вниз и если мы на низ заутюжим, то вот у нас будет вот такое вот как ступенька, будет некрасиво. Поэтому делайте вот так и будет вот этот шов у нас как бы скрыт. Ну и все. После того, как мы сшили эти две детали, сшиваем по боковым срезам, обязательно совмещая вот здесь вот вперед и спиночку именно в этих частях. Я лично совмещаю таким образом. Совмещаю вместе в ручном варианте вот здесь делаю несколько стежков. Это у меня закрепка для того, чтобы когда сшиваю ничего не сдвинулось и потом сшиваю. И останется нам обработать низ изделия в подгиб и сшить вместе верхнюю и нижнюю части. На этом все. Шейте с удовольствием. Всем удачи. Всем пока. Пока.